Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Дмитрий. Сегодня я хочу вам рассказать о незаменимом помощнике каждого садовода. И речь пойдет о высотном секаторе. Сейчас в магазинах большой выбор этого инструмента. Разных производителей, конструкций, моделей. От более простых и недорогих до профессиональных и сложных. Также я вам расскажу, каким сучкорезом пользуемся мы. Но для начала расскажу о других. Первое, о ком я бы хотел рассказать, это высоторез Вульфгартен. Если вы посмотрите в интернете, то обнаружите довольно большое количество вариантов высотореза этого производителя. А точнее насадок. Так как голова от него и штанга продаются отдельно. Правда есть модели, которые продаются уже в сборе с головой и штангой. Единственное, что меня смущает в некоторых моделях этого производителя, это конструкция головы. Так как веревка, за которую нужно тянуть, идет с внешней стороны. Не будет ли она застревать? В следующем нашем списке это высоторез Люкс. А конкретнее о модели на 120 и 240 сантиметров. Честно признаюсь, такой я в магазине даже не видел. Может быть не обращал внимания. Но вот механизм удивил. Во-первых, голова состоит из двух частей. Пилы и секатора. Получается очень большая конструкция. Ну ладно, пилу можно открутить, если мешает. Но вот режущее лезвие находится в одном положении. И его нельзя поворачивать в разные стороны. Это неудобно. И опять же, веревка, за которую нужно тянуть, находится с внешней стороны. Запутается в ветках, потом полезете распутывать. Если до этого я рассказывал про простые и недорогие высоторезы, то теперь настала очередь более профессиональных. Только на этот раз я хочу сравнить высоторез фирмы Fiskars и Gardena. Вы уже наверняка догадались, что мы пользуемся фирмой Fiskars. Поэтому с нее и начну. Для начала сравним такие параметры, как вес, длину, диаметр среза, фишки каждого производителя, угол поворота и, конечно же, цену. Первый, самый главный в работе с таким инструментом – это его вес. И у одного, и у второго производителя он одинаковый. 1 кг в 100 г. без удлинителя. Теперь, что касается длины. Тут спорный момент, так как длина Fiskars 1,5 метра, а Gardena 1,60 метра. Тут уж вы выбираете под свой рост. Раз уж мы заговорили про длину, то хочу добавить, что и один, и другой производитель дают возможность для удлинения штанги до 3,5 метров с учетом роста человека. И тут я хотел бы добавить, что Gardena можно удлинить и до 6 метров. Но держать такого жирафа крайне неудобно даже сильному человеку. Следующий критерий – это диаметр среза. И у одного, и у другого производителя составляет 32 мм. Теперь же поговорим о фишках. Тут и один, и второй удивили. Некоторые модели фирмы Gardena оснащены регулируемым крюком. Он нужен для того, чтобы удалять уже срезанные ветви без каких-либо трудностей. В свою очередь, Fiskars сделал нечто похожее на прицел. Это оранжевый указатель, который помогает при наведении сучкореза на каждую ветку. Поддерживает лезвие для среза под правильным углом. Немаловажен и угол поворота головы. Ведь порой бывает крайне трудно подлезть под ту или иную ветку. Так вот, угол поворота головы Gardena 220 градусов, а у Fiskars 230 градусов. Казалось бы, разница небольшая, но она может сыграть с вами злую шутку. И, наверное, самое главное. Для многих из нас – это цена. Итак, напомним, что мы рассматривали высоторез без удлинителя. Цена Gardena 3500 рублей. Fiskars 4800 рублей. Тут каждый решит для себя, какой вариант ему больше подходит по всем параметрам. А на этом у меня все. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч и пока! Субтитры подогнал «Симон»!